Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 11 ноября, очень быстро пробежала прошлая неделя. Я всю неделю сидела с заказами и все хотела добраться, рассказать вам про теплицу, особенно тем новичкам, кто спрашивает. Вот хочу поставить теплицу, стоит или не стоит, какую модель. Я сейчас о теплице расскажу еще раз. Хотя вот этот текст я печатала два года подряд, выставляла в Одноклассниках и везде. Сейчас я текст этот не буду читать этой статьи, я расскажу другое. Я расскажу, какие ошибки можете вы совершить при установке теплицы. Хочу сказать, что теплица это не всегда облегчение нашего труда, это иногда и не выход из положения, что поставив теплицу вы не намного себе облегчите работу, иногда даже еще больше будете заниматься, потому что, ну объясню почему, все это все про теплицу. Хочу сказать, что у нас сейчас вот на 11 ноября минус 10 на улице, вся земля уже замерзла в кость, и все следующие, конечно, выпуски будут дома, но вот тут я хочу именно в теплице посидеть и рассказать именно про теплицу, про все нюансы вот эти. Напомню про статью. Я когда-то писала статью, она называлась «Теплица наша помощница и головная боль одновременно». Читать не буду, я просто скажу, что здесь я указывала все-все подробности и недостатки. Сегодня я еще раз выставлю в группе, выставлю ее в одноклассниках, чтобы вы прочитали, и тот, кто собирается установить теплицу, может быть подумал, задал бы себе вопрос, нужна ли мне теплица, смогу ли я столько времени посвящать. Тут я говорила, что и вы ранний урожай можете получить, можете поздний урожай получить, можно даже два урожая за сезон, и можно выращивать теплолюбивые в теплице, и арбузы, и дыни, вот в таком вертикальном варианте. Все это можно делать, но за теплицей нужен уход, и у теплицы могут быть неприятности. Короче, в теплице может быть неприятности. Это может замерзнуть рано высаженные ваши насаждения, потом теплица у многих обрушивается, у меня тоже обрушивалась, она может обрушиться, рассада может сгореть, рассада может замерзнуть. В теплице больше различных заболеваний у томатов. Ну и пойдем обо всем по порядку. Вот смотрите, можно вырастить ранний урожай. Всегда теплица позиционируется для того, чтобы выращивать ранний урожай. Но вы должны знать, вот тот, кто еще ни разу не выращивал в теплице, вы должны знать, что для выращивания раннего урожая, для получения более раннего урожая, вам придется раньше делать посевы. Раньше начать выращивать рассаду, то есть это уже сразу влечет за собой еще некоторые такие дополнительные нагрузки, то есть вашей рассаде обязательно нужна будет подсветка, нужен будет скорее всего стеллаж, потому что на окне в ранние сроки выращивать очень сложно. Вот у нас, например, в сибирский регион, у нас в это время на окне очень холодно, обязательно стеллаж внутри комнаты. Это про ранний урожай, про поздний урожай. Вот тоже, опять же, я живу в сибирском регионе, если в теплице нет подогрева, то поздний урожай у нас получается так, иногда удается вырастить, а иногда резко мороз, первые же заморозки, и все тут замерзает, потому что поликарбонатовая теплица, она нагревается только в том случае, если есть на улице солнце. Если у вас нет дополнительного подогрева, здесь вот ни верхнего, ни грунта подогрева, то что при выращивании раннего урожая, что при выращивании позднего урожая, вы можете получить разочарование, могут быть такие ошибки, что я первый год, я сейчас расскажу про свои ошибки, первый год, когда я первую теплицу покупала, это была новинка, не было ни у кого, нас продавцы заверили, что она выдерживает до минус 7, до минус 8, это вот, что прослойка там воздушная, вот в поликарбонате, он же двухслойный, ничего страшного, все, высадите, все. Это была новинка, и спросить не у кого было, и в интернете тогда еще, у нас, по-моему, даже интернета не было в то время, высадила я вот эти вот чуть пораньше, чем обычно томаты, а у нас сибирский регион, у нас возвратные заморозки могут вернуться очень поздно, и вот в конце мая у нас ударил мороз минус 7, минус 8, и мы еще с мужем накануне поговорили, мне муж сказал, может быть, туда какую-то плитку хоть электрическую поставить, вдруг замерзнет, а я говорю, ну ты что, нам уже сказали в магазине, что она держит такую температуру, но зайдя утром, я увидела, что все 100 с лишним, вот кустиков томатов, которые я высадила уже месяц назад, и которые у меня уже цвели, были здоровые, толстые, они все замерзли, ну как остались корешки, все замерзли вообще. Вот это была первая моя ошибка и первое разочарование, и я хочу всех вас предупредить, если вы хотите рано высаживать, вот томаты, например, у вас обязательно должно быть на запасе дополнительные меры, как я вот уже показываю, уже в течение двух лет говорю, что если вы хотите получить ранний урожай, вы должны быть во всеоружии, вы должны отвечать за те растения, которые вы высадили, у нас может быть и в июне минусовые температуры, и в конце мая, в то время, когда уже даже с плодами томаты висят, то есть должны быть у вас и дуги дополнительные, или какие-то нетканые материалы, или какой-то дополнительный обогрев, один слой поликарбоната никогда минус 7, минус 8 не держит, ну как, не предохраняет от мороза минус 7, минус 8, по крайней мере, по краю обязательно у вас все замерзнет. Вы должны все это иметь на готове, может быть, вам один год и второй год это не пригодится, но когда-то наступит такой период, когда передадут, что будет заморозок, и вам нужно будет все это закрыть. Ранний урожай, поздний, то же самое. Если вы хотите допоздна здесь что-то выращивать, у вас обязательно должны быть пленочки укрывные, нетканый материал, дуги, или в крайнем случае обязательно должен быть подогрев. После того раза, когда у меня все замерзло, я снабдила свои теплицы, в которые высаживаю рано растения обогревом. Это я показывала. И вот эти тепловые пушки есть, и есть теперь у меня газовый обогреватель, который автономно, без помощи электричества можно включить, потому что были такие случаи, когда электричество отключают во время ураганного ветра, наступает мороз, и в теплице все замерзает. Еще одна моя ошибка, когда я поверила на слово, ну как продавцам, в первый год, с первой моей теплицы, это обрушение. Когда меня также заверили, что я еще спросила, она выдержит наш снег? У нас снег, слой снега вот такой может быть, и не всегда он скатывается, когда он мокрый, он быстро налепляется, и если тут мороз, он схватится, и он никогда вниз не съезжает сам. И если он всю ночь идет, то к утру теплица может обрушиться. И когда я спросила, а сугробы наши выдержат теплица? Нет, да конечно выдержат, она такая крепкая. Ну и в первый же год она у нас обрушилась. Это получилось так, что вот средина, ну она вот так вот, как это. Первая теплица, которой сейчас уже нет, мы прошли с ней огонь и воду. Сначала в ней замерзли томаты, потом она обрушилась, ее муж всю разобрал, выправил, мы ее нитками всю сшили, потому что покупать вторую теплицу, это было дорогое удовольствие, в то время в нашем регионе. И потом, в довершение всего, эту же теплицу ветром унесло через две улицы. И вот теперь, когда мы поставили новую теплицу, мы учли все эти ошибки. Вот такие шпильки сделали из арматуры, мы их проткнули на метр, наверное, точно в глубину, то есть пришпилили. Потом, так ветром унесло, пришпилили, а теперь как обогрев, чтобы не замерзло, и еще про сжигание. У вас в теплице вся рассада, или вот высаженная, может сгореть, прямо в течение часа или полтора. Она очень быстро нагревается. Если смотрите, ночью температура, например, у вас низкая, вы закрыли все форточки, вы закрыли все двери, у меня сколько раз было, а утром проснешься, солнышко такое, вот казалось бы, только-только встает солнышко, и только начинает тепло на улице появляться. Зайдя в теплицу, вы увидите, что здесь уже 30-35 градусов, еще 20 минут или 30 позже, бы зайти, тут сварится вся рассада. И вот поэтому, исходя из всех этих своих ошибок, я вам хочу сказать, да, вы можете теплицу поставить, это очень хорошо, получить ранний урожай, получить поздний урожай, выращивать теплолюбивые растения, тут, ну короче, тут все, предохранит от града, предохранит от ураганных ветров, но поставив теплицу, вы не должны думать, что вы этим облегчите свою огородную жизнь, нет, наоборот, в теплице нужен особенно тщательный уход, тут помидоры, они сильно израстают, они сильно вытягиваются, тут нужно тщательное посынкование, тут нужен в жаркое лето, возможно, частый полив, более частый, тут если высаживаете густо, если у вас грунт небогатый, тут будут нужны усиленные подкормки, тут нужны будут усиленные обработки растений, потому что тут чаще всего возникают и заболевания, тут заводятся вредители, может все замерзнуть, может все у вас сгореть, короче, за теплицей нужно следить, и в теплице вам придется проливать, прольете вы не один пот, но если у вас есть свободное время, если у вас есть желание ухаживать, отдавать всю свою жизнь с растениям, то теплица это очень хорошая помощница, она поможет и во время ветра, как я говорю, отграда предохранит, вот короче, ну вы должны перед тем, как поставить теплицу, вы должны подумать, обычно работающие огородники, и если они не живут рядом с теплицей, то очень сложно, когда вы высадите где-то там в садовом участке, уедете в город, и будете целую неделю не там, то теплица вряд ли вам поможет, тут же нужно открывать весной, закрывать, во время холода утеплять, подумайте, очень хорошо, настало ли время, когда вам пора уже установить теплицу, а пенсионерам всем советую, кто живет в садовых участках, кто живет рядом с теплицей в частном доме, устанавливайте теплицы, это очень хорошая помощница, защитница, на улице дождь, на улице ветер весной, закроешься, немножко обогреватели подогреешь, и пожалуйста, высаживай, пропалывай, рыхли, можно работать, невзирая на всю погоду, если у вас есть еще укрывной материал, и есть время ухаживать за растениями, теплица, это конечно, это и современно, и вот сейчас, я уже дошла до того, что сделала даже подогрев, в одной из теплиц, еще с подогревом попробую, и вообще, с подогревом, и в теплице, сибирский регион, можно даже забыть, что это Сибирь, выращиваем так же, как в южных регионах, все, до свидания, но теперь следующие, все выпуски уже точно будут у меня дома, потому что на улице минус 10, это последний выпуск этого года, летний можно сказать на земле, остальное все будем дома.